Количество безработных в области достигло цифры в 10 тысяч человек. Многие из тех, кому удается сохранить свои рабочие места, теряют в заработной плате. Однако в областном министерстве труда и занятости эту ситуацию критической не считают. Для людей, попавших в непростую ситуацию с трудоустройством, в период экономического кризиса в столице Поморья открылась ярмарка вакансий. Она организована Архангельским центром занятости. Подробнее в репортаже Сергея Томилова. В стране и регионе наступил кризис. Ударил он в первую очередь, как бы сказали в советское время, по трудящимся и интеллигенции. Количество безработных в разных сферах растет. Новости, словно тяжелые фронтовые сводки. Обанкрочен СЦБК. Закрыта Вельская птицефабрика. Сокращены сотрудники госакваспаса. Впереди массовое увольнение силовиков. Складывается ощущение, что работать в Архангельской области можно только в сфере торговли или бюджетных организациях. Хотя в других регионах начались масштабные задержки зарплат у учителей. А значит может коснуться и Поморья. На сегодняшний день количество безработных области достигло психологической цифры в 10 тысяч человек. При этом количество вакансий снижается. Однако в правительстве региона такую ситуацию считают почему-то нормальной. Сейчас количество безработных составляет 10 тысяч 200 человек. Но при этом надо отметить, что в этот период, в летний период, значительно уменьшилось количество вакансий. Если летом прошлого года вакансий в целом по территории области было порядка 14 с небольшим тысяч свободных рабочих мест, то сейчас в два раза уменьшилось количество вакансий, и это порядка 7 тысяч. Говорить о каком-то большом падении на рынке труда я бы в настоящий момент об этом не говорил. Сказать, что власти никак не реагируют на кризисные явления тоже нельзя. Вот, например, сегодня в центре занятости организована ярмарка вакансий. В ней приняли участие более 20 работодателей. Однако, как оказалось, требуется в основном рабочая специальность. В результате заработная плата от 15 до 30 тысяч. Найти работу выпускнику вуза, а сейчас таких соискателей большинство, гораздо сложнее. Востребованы различные профессии. Если мы говорим о рабочих профессиях, то это, конечно, и электромонтажники, электрики, и плотники, и слесари различных категорий. Это повара, это продавцы, это, если говорить об инженерно-технических профессиях, то в первую очередь, конечно, медицинских работников. Сейчас достаточно большой спрос медицинских сестер. Сами участники ярмарки вакансий хоть и не теряют надежду найти работу, тем не менее настроены скорее пессимистично. Несмотря на то, что власти упорно избегают говорить слово «кризис», лучше от этого жизнь не становится. Я бы хотела работать по моей профессии, так что международные отношения, да, но для Архангельской области это немножко не свойственно, так скажем, не ищут работодателей в профессии моей специализации. Так как кризис пришел к нам, снизились количество работников, которые нанимаются на предприятия, то есть и специалисты моей профессии тоже, скорее всего, не нужны, поэтому из-за кризиса. На данный момент по лесной промышленности, сам квалификации у меня лесное хозяйство, по месту нету, только практической командировки. Что-то можно поискать поближе, как бы семья молодая, дети растут, надо с семьей находиться. Однако кризис рынка труда, как говорят эксперты, еще не достиг своего дна. Согласно исследованиям, примерно 60% компаний в этом году уменьшают заработную плату своим работникам. Около 30% предприятий оптимизируют свои штаты, то есть сокращают сотрудников. Ну а тяжелее всего представителям средств массовой информации и работникам банковской сферы. Сергей Томинов, Алексей Магаковский, Новости РНТВ, Архангельск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok